Солнышко светит не всем. 128-й детский сад. Центр развития ребенка, развития которого не получают особенные дети. 9 родителей воспитанников коррекционной группы обратились в прокуратуру. Говорят, за полгода у их дочерей-сыновей нет улучшений, потому что с ними не занимаются. Написано, что есть логопед, что он там по официальному запросу 4 дня всего отсутствовал. По факту он за 4 месяца работал всего 18 дней. Физкультурника у них вообще нет, хотя по бумагам он есть у них. Также музыкальный работник есть по бумагам, его нет. Вопрос был тогда, зачем нас брали в этот детский сад. У мамы пап одна история. В городском комитете по образованию им рекомендовали этот детсад из-за специальной программы. Дочь Евгения заикается. С музыкальным работником девочка должна была распевать звуки, на физкультуре тренировать дыхание, с логопедом работать над произношением. Дочь водят на частные занятия, но их недостаточно. Мы ходим час, там занимаемся, а здесь дети-то будут весь день заниматься. По словам родителей, одна проверка прокуратуры уже прошла, сегодня вторая. Юристы родителей объясняют, почему детям их клиентов так важно получать специальные занятия. У каждой коррекции свой срок. Какие-то программы, когда там ребенку 5 лет, это имеет эффект, а когда ему уже 7 лет, это может быть уже поздно просто что-то применять. И, соответственно, это влечет и для родителей уже такие последствия, там, может быть, медикаментозного дали вмешательства. Прокуратуру подали заявление о том, что мы проверили вообще факт оказания услуг надлежащего качества. То есть детский сад, повторюсь, он специализированный, группа специализирована, а по факту оказывают услуги, как обычный детский сад. Ждем комментарий от городского комитета по образованию. Мы продолжим следить за развитием событий. Анастасия Драган, Александр Антропов, День с толком.